В начале декабря первые 150 доз вакцины «Гамма-Спутник-В» поступили в Видновскую районную клиническую больницу. Первыми были привиты те, кто находится в постоянном контакте с другими людьми – учителя, медики. В настоящее время вакцинация начинает приобретать массовый характер. За последние полгода коронавирусная инфекция, темпы ее не снижаются, вот эта инфекция распространения. Заболеваемость, мы еще даже по последним итогам, она не снижается. То есть заболеваемость у нас сохраняется на прежнем уровне, но также количество и обращений, вызовов на одном сохраняется. Поэтому только один из методов предупредить уже распространение этой инфекции проводится вот эта иммунопрофилактика вакцинации, чтобы вводится вакцина и вырабатываться антитела на данную вакцину, что предупредит развитие и распространение этой коронавирусной инфекции. Прививку могут сделать люди от 18 до 60 лет. Важный момент. Каждый желающий сделать прививку должен сдать анализ на антитела. Мы всем рекомендуем пройти ИФА-диагностику. Это обследование напряженности иммунитета, то есть определить антитела к этой инфекции. И если антитела у нас до иммуноглобулина М до 2, иммуноглобулина G до 10, тогда может человек привиться от коронавируса. И если уже больше 10, это уже говорит о какой-то перенесенной инфекции, поэтому мы не рекомендуем делать эту вакцину. Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться к терапевту, а затем в прививочный кабинет взрослой поликлиники. Вакцина делается двухкратно. Она состоит из двух компонентов. Первый компонент вводится в первый день, и второй компонент вводится на 21 день. Поэтому сейчас у некоторых жителей задается вопрос, а вот мы сейчас сделаем, и мы попадаем на праздничные дни, на новогодние праздники. Но это все учтено с нами. Мы будем организовать работу в прививочном кабинете и в праздничные дни. Мы так просчитали, что 1-7 практически прививки делать никому не надо, а вот уже все остальные дни, кроме 1-7, работа в прививочном кабинете будет организована. Мы призываем делать антитела, вырабатываются хорошие, чтобы не заболеть, потому что, как все знают, переносят все по-разному инфекцию коронавирусную. Кто-то в легкой форме, а кто-то в достаточно очень тяжелой форме. Медицинская сестра прививочного кабинета Людмила Трошина говорит, С каждым днем желающих сделать прививку становится больше. Люди хотят прививаться, да, но предварительно нужно же обследоваться, и немножко затягивается то, что нужно к врачу сходить, обследоваться, а люди очень хотят прививаться. Вакцинация – большой шаг к победе над коронавирусом. Найдите время, сделайте прививку. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.